Так уж сложилось, что появление седых волос издревле считается первым предвестником приближающейся старости. Однако, в условиях достаточно агрессивной современной действительности, все чаще седина начинает серебрить головы молодых людей. Сегодня мы с вами выясним причины возникновения седых волос и обсудим методы коррекции этой эстетической проблемы. Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте! Физиологической нормой считается появление седины к 40 годам. У блондинов немного раньше, у темноволосых позже. Также эта цифра варьируется в зависимости от расовой принадлежности. Представители европеоидной расы седеют в среднем к 35 годам. Азиаты к 42, а негроиды после 50. Однако, все чаще начинают встречаться случаи появления седины к 20 годам и ранее. Было принято считать, что данное явление выступает следствием неблагоприятных внутренних и внешних факторов, нарушающих работу клеток меланоцитов. Однако, последние исследования показали, что ранняя седина, возникающая до 30 лет, может быть и спутником крепкого здоровья. Для того, чтобы лучше понять процесс образования седины, немного ознакомимся с физиологией волос. У человека цвет волос обуславливается особыми пигментами. Феомеланином, осимеланином, эомеланином и группой триохромов. Они являются разновидностями такого хорошо всем знакомого еще со школьной скамьи пигмента, как меланин, который производится особыми клетками меланоцитами, находящимися в нижнем слое эпидермиса и волосяных фолликулах. Синтез меланина происходит под воздействием медиаторов симпатической нервной системы, гормонов щитовидной железы, гипофиза и половых гормонов. Эомеланин обуславливает темно-коричневый или черный цвет волос, осимеланин – светлый, феомеланин – оттенки хны, а группа триохромов – рыжие оттенки. Смешение этих пигментов в разных пропорциях и определяет цвет волос каждого человека. Они окрашивают кератин, из которого состоят волосяные стержни, и интенсивность их оттенка зависит от того, сколько меланина получает каждая волосяная луковица. Сочетание и объем эомеланина, триохромов, осимеланина и феомеланина определяется генетически. Так появляется широчайший диапазон оттенков волос – каштановый, черный, медный, золотистый, а рыжий. К слову, меланин не только окрашивает волосяной стержень, но и защищает его от внешних неблагоприятных факторов. Например, от воздействия ультрафиолетового облучения, и придает ему эластичность и прочность. Именно поэтому после поседения волосы становятся более жесткими, ломкими, сухими, секущимися и непослушными при укладке. Меланоциты начинают работать еще до рождения ребенка и с возрастом постепенно регрессируют. Каждые 10 лет после 30-летнего возраста их функция угасает на 10-20%. И именно в зависимости от степени их регрессирования в копне волос появляется седина, почти бесцветные волосы с отсутствием пигмента. Причинами появления седых волос могут становиться плохая экология, наследственная предрасположенность, затяжные депрессии и хронический стресс, расовая принадлежность, заболевания щитовидной железы, состояния, связанные с нарушением пигментации, витилиго, альбинизм, туберозный склероз. А витаминозы и недостаток йода, витаминов А, группы В, С, минералов меди, цинка, марганца, железа и селена вызывают патологию внутренних органов и нарушают нормальное кровоснабжение всех тканей организма. Нерациональное питание приводит к дефициту витаминов и минералов, обеспечивающих нормальное функционирование всего организма. Заболевания органов пищеварения и почек приводят к нарушению обменных процессов в организме. Кожные заболевания. Гормональный дисбаланс. Нестабильный уровень гормонов, например, во время беременности, после родов, при поликистозии яичников или в период менопаузы способен провоцировать стрессовые ситуации, эндокринные нарушения со стороны щитовидной железы и истощение нервной системы. Аутоиммунные заболевания, вырабатываемые в организме антитела, разрушают меланоциты и приводят к отсутствию пигментации волос. Вредные привычки. Вызывают множество заболеваний, гормональный дисбаланс и преждевременное старение. Прием лекарственных препаратов. Длительный и частый прием некоторых медикаментов, особенно антибиотиков, резохина, хлорохина, гидрохинона и фенилкиомочевины, негативно отражается на иммунитете и обмене веществ. Неправильный уход за волосами и кожей головы, использование горячей воды, пребывание на солнце или на морозе без головного убора, использование агрессивных средств для ухода, укладки и окрашивания губительно воздействуют на кожу головы и способствуют ослаблению пигментации волос. Несмотря на тот факт, что воспрепятствовать появлению седых волос не удается практически никому, существуют факторы этого физиологического процесса, на который возможно повлиять и продлить молодость и красоту своих волос. Сразу следует отметить, что проблему не стоит оставлять без внимания врачей и обязательно посетить терапевта-эндокринолога-трихолога, который назначит соответствующее обследование и лечение седых волос. Врачи и косметологи пока не научились возвращать поседевшим волосам прежний оттенок, и борьба с уже появившейся сединой может пока заключаться лишь в окрашивании волос специальными красками с третьей степенью стойкости. Однако предупредить о раннее поседение, избавиться от единичных седых волос и приостановить прогрессирование этого процесса возможно при соблюдении ряда простых правил. Сбалансированность нашего рациона является одним из ключевых факторов, которые способствуют сохранению молодости, здоровья и красоты. Для предотвращения седины следует включить в свой рацион продукты, богатые такими шестью минералами, как кальций содержится в молочных продуктах, сои, орехах, пшенице, зелени, медь, яйца, фасоль, овощи зеленого цвета, миндаль, грибы, семена тыквы, цинк, грибы, цельные злаки, устрицы, яичные желтки, хром, устрицы, вино, пшеничный хлеб, железо, морская капуста, яблоки, бобовые, гречка, говядина, яйца, какао, йод, черная смородина, морская рыба. Хурма, морская капуста. Для нормального пигментирования волос в ежедневный рацион должны включаться продукты с высоким содержанием таких витаминов, как бета-каротин, морковь, капуста, рыба, шпинат, печень, витамин Е, миндаль, арахис, фундук, облепиха, курага, фисташки, пшеница, шпинат, калина, витамин С, цитрусовые, шиповник, киви, яблоки, ягоды, болгарский перец, черемша, брюссельская капуста. Витамины группы В, В3, В5, В6, В7, В10 и В12, кедровые орехи, кэшью, чечевица, свинина, кролик, скумбрия, сардина, печень, шампиньоны, яйца, молочные продукты, фасоль, грецкие орехи, облепиха, фолиевая кислота, печень, арахис, грецкие орехи, фасоль, шпинат, фундук, брокколи, черемша, инозитол, дыня, орехи, мясо, чернослив, киви, бобовые. Кроме этих витаминов и минеральных веществ, в рацион следует включить продукты с высоким уровнем содержания омега-3 и омега-6 жирных кислот, семена льна, рыбий жир, лосось, оливковое масло, овес, миндаль и другие. Все эти полезные вещества могут приниматься также и в виде БАДов и витаминно-минеральных комплексов. Они должны приниматься во время приема пищи и запиваться достаточным количеством воды. Волосяные луковицы крайне чувствительны к недостатку жидкости в организме. Недостаток воды затрудняет поступлением и усвоение питательных веществ и может становиться причиной поседения волос. Именно поэтому для сохранения их здоровья необходимо ежедневно выпивать по 1,5-2 литра воды. Если говорить о салонных процедурах, то они не могут вернуть натуральный цвет, но способны предупредить седину или замедлить ее прогрессирование. Массаж кожи волосистой части головы. Приятная процедура активирует кровообращение, а значит улучшает трофику клеток меланоцитов. Процедуру проводят в салонах красоты и используют при этом различные питательные масла и составы. Рекомендуется проходить по 10 процедур один раз в квартал. Микроэлементная мезотерапия, подразумевающая внутрикожное обкалывание волосистой части головы микроэлементными мезококтейлями при помощи специальных шприцев. Препараты вводят на глубину 24 мм, позволяя доставлять полезные элементы в зону расположения волосяных фолликулов. Как правило, процедуре предшествует спектральный анализ волос на микроэлементы, который и обнаруживает дефицит определенных веществ. Питательные маски и компрессы. Специальные составы позволяют вернуть кожу головы и волосам здоровый вид, блеск, улучшить структуру волосяных стержней, которая при сиденье претерпевает изменения, а также подготовить их к окраске. В качестве компонентов для масок используют масло зародышей пшеницы, водоросли, природные глины, экстракты растений, витамины и микроэлементные эссенции. Плазма лифтинг. Для этой процедуры берется кровь пациента, которая особым образом обрабатывается и очищается, в результате чего из нее выделяется плазма без форменных элементов. Плазма посредством специальных шприцев вводится в кожу головы по принципу мезотерапии. Считается, что процедура запускает процессы самовосстановления клеток кожи, в том числе меланоцитов. Также для предотвращения появления седины можно воспользоваться и средствами народной медицины. Чесночная маска. Чеснок пропустить через пресс, в полученную кашицу добавить немного репейного масла и втирать в корни волос аккуратными массирующими движениями. Голову следует укутать теплым полотенцем, маску смыть через 10-15 минут, волосы промыть шампунем. Процедуру повторять два раза в неделю. Аппликация с настоем корней лопуха. Две столовые ложки измельченных корней лопуха и две чайные ложки плодов укропа залить полулитрами кипятка и настоять около трех часов. Втирать в чистую кожу головы два раза в течение дня. Процедуру следует повторять ежедневно на протяжении трех месяцев. Маска из масла зародышей пшеницы. 30 мл масла зародышей пшеницы смешать с семью каплями масла лаванды, розы и сандала. Нанести массирующими движениями на кожу головы, укутать и держать около 1-2 часов. Смыть шампунем. Маску следует проводить два раза в неделю на протяжении двух-трех месяцев. Перед использованием этих и других народных средств следует убедиться в отсутствии аллергической реакции на компоненты рецепта. При появлении первых седин следует обратить пристальное внимание на уход за волосами. Волосы мыть водой комфортной температуры. Применять шампуни, кондиционеры и маски, которые содержат в своем составе неагрессивные моющие компоненты, витамины, натуральные экстракты и питательные вещества. Свести к минимуму использование фена, щипцов для завивки утюжков, агрессивных красок и средств для укладки. Носить головные уборы в жаркую и морозную погоду. Избегать укладок, которые нарушают нормальную циркуляцию крови в коже головы, хвосты, косы, использование заколок, резинок и прочее. Ну и, конечно, нужно вести здоровый и активный образ жизни, что может значительно отодвинуть возникновение седины. Отказаться от курения. У всех заядлых курильщиков волосяной покров отличается тусклостью и ломкостью. Обязательно высыпаться 8 часов в сутки. Быть физически активным человеком. Гиподинамия неизменно ассоциируется с хронической гипоксией, а клетки, которые недополучают кислородом, не могут полноценно работать, в том числе меланоциты. Максимально ограничить себя от стрессов. Если это невозможно, принимать легкие успокоительные при психотравмирующих ситуациях. Настойка или драже валерьяны, пустырник и другое. Хоть для многих седина и является эстетическим дефектом, не стоит забывать, старыми нас делают не седина и другие возрастные изменения, а то, как мы к ним относимся. А на этом на сегодня все. Ссылки на использованный при создании видеоматериал будут в описании. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал Доктор по соседству. И, конечно, не забывайте заходить в наши паблики, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!